здрасте потерял голос здрасте здрасте давно не виделись говорю это каждый эфир потому что чистота эфиров конечно но стреляет желает лучшего ну чем так ваши поправки я сидела до эфира короче думала о чем поговорить во время эфира и именно так делаю да они просто тупо бездумно включаю камеру так вот почему-то у меня в голову ничего не лезло кроме поправок к сожалению поправки приняли да я думаю все в курсе об этом нет смысла повторять эту замечательную информацию и мне очень грустно здравствуйте потому что я ходила голосовала и знаете мне было такое чувство что голоса что-то поменяют потому что интернет я видела как кипит с недовольством и в принципе из-за этого я наверное думала что многие пойдут голосовать но немногие пошли голосовать точнее ну как немногие 30 процентов по-моему не проголосовала да якобы ну не знаю насколько это true info да и в принципе насрать не думаю что там вообще поступила какая-то правдивая информация поводу вот этого голосования но это это грустно вот почему меня не было да как обычно я не снимаю если ничего не хочу снимать такое правило но работала всегда и будет всегда скорее всего работать потому что вы снимать бизнес-тренин не верю смысла потому что никого реально реального диалога и не будет спасибо что меня на скринили я наверное буду прошломандовках азербайджана да я выгляжу как дымовенок кузя вы меня скрините так не делается пацаны держу в курсе чё сказать не знаю чё рассказать я тут научилась сама красить ногти на карантине для чего меня довел карантин здрасте маникюр дома девочки записываемся ноготочки я купила себе лаки настолько все стало плохо что в моем доме появились обычные ватки жидкость для снятия лака я сама ваху я честно слышали недавно новость про мороженую радугу от чистой линии тоже понравилось но кто понял тот понял кто не понял сейчас расскажу о том что какая-то баба из там какого-то женского света российской федерации или я не знаю как то сейчас там называется не запомнила не суть важно сказала про то что мороженое радуга пропагандирует лгбт сообщества хотя там 5 цветов в этом мороженом и то не те как бы не в том порядке да да и все начали шутить что мы в россии должны запретить радугу после дождя иначе все увидят и станут геями запрещаю как бы радугу в стране я сказал иначе вот блять увидят дети да вашу радугу и пойдут как бы вашу вот вонючую америку пиндоску станут геями в жопу будут долбиться осторожно не смотрите на радугу запрещать детям смотреть на радугу странно конечно в этом плане государства никогда не понимаю и вообще ну вообще-то я козло как бы да так вот я не понимаю что такое пропаганда гомофобии реально вот базарить у нас полстраны пидорасов и я не понимаю как можно пропагандировать сексуальную ориентацию как бы если ты смотришь на двух ебущихся мужиков хочешь сосать хуй наверное как бы не в них проблема а в тебе сори это как бы правда жизни россия россия банджор майами класс банджор на его его и вам не хворать это что вот это вот ебучий заколка зацепил тебе свеже накрашенный ноут грусть жизни сука но ничего переделать я не буду потому что мне лень ну вообще да я поняла что вы меня знаете хорошо у вас есть музыка я рада мне насрать вот страна гомофобы интелерантный народ да да это это неисправимо пока существует старое поколение спасибо классно я вдруг стала восточной женщины окей расту да с каждым днем вширь а вы мне так нравится в этом плане карантин я просто жирею с каждым днем я поняла спасибо а кто ты кто я а вы кто туркменку я даже не знаю это комплимент или типа нет да нет 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 всегда будут адекватные люди а ну хорошо так вот поводу гомофобия всегда будут адекватные люди чем больше адекватных людей тем лучше конечно но я не к тому я к тому что по большей части гомофобия от кого идет от тех кто давно живет зайдите в твиттер там много школьников я точно знаю так вот там много школьников и они-то вообще-то как бы не гомофобы завтра что все мы завтра америку будем бомбить потому что от них такое дурное влияние загорела ли я нет ровным счетом вообще никак и мои родители называют меня бледной поганкой говорят что я не их дочь к сожалению а может и к счастью я не загораю никогда ну потому что я в принципе не выхожу из дома но если выхожу только вечером поздно вечером я стесняюсь света я транссексуалка да конечно а что по мне не видно запретим колокол и пепси по цвету вау да вы что вы что расистая да 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 все в черном именно поэтому я вся в черном тут вы право тут вы конечно про горе от ума но скорее да чем нет потому что знаете вот если человек тупой он обычно очень счастливы вы не замечали у него просто нет ума чтобы подумать о том насколько жизнь ебаная возможно жизнь такая ебаная просто люди себе это надумывают такие я я не говорю что у меня я просто говорю что я надумываю вот так что да горе от ума точно ты домосед о да точно и я домосед да наверное это можно назвать так а ты про этикетку я думала про цвет кола кола твою мать выражайте счете вы про я поняла мы друг друга не так поняли не такая а какая какая я сегодня раз уж вы говорите что я сегодня это просто я не расчесалась после того как помыла голову да я сегодня не такая я сегодня не оттесанная как бомж выгяжу я целый день хожу как бомж да да говорю не расчесалась глазки блестят а я думала в моих глазах давно погасла жизнь и видимо нет и видимо нет так вы знаете что мы сейчас будем делать я сейчас принесу набор будем перекрашивать мои ногти да девочки это полный успех перекрашиваем ногти привет как делишки делишки замечательно а у вас как у нас квартир да замечательно шкаф с книжками ну там вообще-то помойка из моих вещей вы точно хотите короче вот показал хватит ну вообще-то может быть здесь есть девочки а вы типа не в курсе да это такой вообще-то древний мем с мамой отличника где она говорит привет девочки как дела девочки типа я думала вообще-то все в курсе вы правда не знаете ли вы притворяетесь по моему меня кто-то пытается наебать чувак я могу помочь тебе выйти отсюда хочешь мне правда не сложно да молодец ты шаришь так я не на все ответила нравится ли мне селена гомос ну конечно вы что это же мой кумир а вам не нравится как может не нравится селена гомос как продвигается поиски молодого человека и жениха да никак мы же с вами об этом уже говорили сотни раз я никого не буду себе больше искать мне надоело я не хочу я достаточно страдала кого чё там в перископе как погода в красноярске ну по моему замечательно целый день моросил какой-то очень мелкий дождь и мне это нравится вот ну все равно жарко я считаю что двадцать четыре градуса этого блять перебор первый раз это был не первый раз как бы лучше от этого блять не становится вот с москвы я никогда не жила в москве как бы я туда приезжаю на месяц максимум каждый год лоу я никогда не жила в москве приезжать и жить это разные вещи в этом году я там не буду по объективным причинам потому что корона нравится ли мне суицидальная погода а что вы подразумеваете под суицидальной погодой давайте пожалуйста разберемся о католик артем почему ты уходишь ладно хорошо спасибо что зашел это уже приятно лети почему не останешься в москве ну наверное потому что я учусь красноярске в универе все очень просто зачем мне оставаться в москве если я буквально привязана к красноярску на данный момент больше чем вам кажется тем более учусь я на очки в меди за очки нет все просто дождь моросит когда как питер питер не люблю блять извините питерцы простите или как вас там я не знаю я не шарю я цыганье ну вообще нет а вы душевные люди ну наверное да ну не знаю в плане я вообще люблю красноярских людей они какие-то своеобразные что ли ну типа настоящие по большей части я на лечебном деле вот если что я повторяю вам почему я смотрю сейчас вниз потому что я крашу свои сраные ногти почему сраные да потому что с отдельными ответами обращайтесь я уже заебалась эти ногти сраные красят блять эй накрасила ну это первый слой у меня это будет второй ну нужно больше слоев челлендж блять сто слоев лака вот вы спросите у меня Маша а нахуя ты этим занимаешься? да потому что надо иметь красивые ногти хочу красивые ногти блять я же не так многого прошу в этой жизни просто красивые ногти блять скирот я все смазала сука ладно эм голливудскую улыбку вот такую ты думал что сибиряки это арийцы белокурые а ты что-то не похоже я думала москвичи это люди с голубыми глазами и русыми волосами почему-то там половина населения таджики поясните мне за этот вопрос Ростислава с пятого и вообще я не общаюсь со стоматологами это как бы не вопрос принципа да я ничего против стоматологов не имею просто почему-то я не имела возможности с ними познакомиться но может быть может быть ты мне скажешь фамилию и я что-то пойму но я в этом сомневаюсь там знаешь сколько таких Ростиславов хэй инстаграм конечно пацанчик сейчас я тебе его напишу охуеешь Маша Машка злова это я да на тебе пиздюк соседи подписывайся лайки, фотки эмоциональные моменты не поднимайте черт а как здесь тогда веселиться ну вообще что факт на кайфа входит я не знаю это типа они себе что-то вкололи да да пожалуйста на тебе пиздюк как раз перекрашиваю ноготь приходят тут всякие долбоёжи ногти блять просят вот кому это надо какой-нибудь нормальный человек будет это просить это как знаете ноги блять в эфире свои показать фут-фетишисты ебаные вот-вот покажи еще что-нибудь вот такие ко мне только и заходят нахер идите ногти там не сложно показать как бы у меня их целых двадцать я тебе так наебу пацан ты охуеешь от жизни пожалеешь что мне написал и вообще что увидел меня в перископе блять как хорошо общаться с нерусскими ну вы залетели не в тот перископ как бы пусть показывают а да вот как вы меня позиционируете то-то же понятно понятно ясно все с вами вот так вот да то есть столько лет я занимаюсь этими ебаными эфирами чтобы мне такое сказали каково быть чернышом среди белых ну я вам так скажу очень ебанно потому что тебя все унижают над тобой в школе смеются за твои черные брови которые ты блять не выбирал вот так вот быть чернышом среди белых эх детство великолепная вещь ай блять не могу нормально ногой накрасить я очень красивая правда думайте сомневаюсь однокурсника встать на колени Зачем? И каким образом? Ну, типа... Окей. Окей, пацан. Я тебя замечательно понимаю. Ну, знаешь, как бы... Я всегда так говорила, что моя внешность, она любительна. И, видимо, ты просто любитель. Это типа я тебе соболезнования выражаю своим. Здорово, Егор. Ка. Что означает Ка? Это типа начало от фамилии? Я просто не думаю, что ты настолько оригинальный. Я просто вообще, как бы, долго с никами не парюсь. Я просто вбиваю свое имя, вбиваю свою фамилию. Вот, и все. Машка Злова. А-а-а-а. Нет, ты оригинальнее, чем я думала. Намного, кстати. Can you follow me back on Periscope? А нахуя ровным счетом? Я, типа, не буду говорить по-английски, пацан. Понимай меня как хочешь. Нахуя? Это типа ты скромничаешь? Нет, это типа я себя унижаю природно, как всегда. Как дела? Ну, замечательно. Я вообще-то всегда так говорю. А-а-а. Хм, умно. Мне нужен хиджаб. Рад за вас. А у вас как дела, Егорка? Это я типа ласково обратилась, да? И я невольно, простите. Я просто обращаюсь в панику. О-о-о. Нормально, заебись. Я за вас рада, Егор. Я очень рада за людей, у которых все в жизни хорошо. Надеюсь, что у вас все у всех хорошо. Блядь, у меня сейчас явно все плохо, потому что у меня сейчас наху лак застынет тут. И я его не размахну. Проблема современных женщин, блядь. Как только наступил карантин, все ебаные салоны с ноготочками закрылись. И не важно, что я закончила делать маникюр до этого момента, потому что у меня была препедевтика. Но как я могу не пожаловаться, правда? В чем трудности, если имя написано в профиле? Кому вы это ответили, мне интересно. А почему нет? Ну, типа, как хочет, так и называется. Я ничего против не имею. Мне нравится. Зато сразу понятно, как его зовут. Типа, не нужно думать, напрягать, извилины. Мы же этого не любим с вами. Это энергозатратно, все такое. Привет, Алексей! Давно не виделись. Вы снимаете эфиры, пока меня нет. Хоть бы предупредили. То как-то не по-братски. Хлеборезка армянская. Охуенная информация, парень. Наверное, ты знаешь всю мою родословную. Раз такое говоришь. И вообще-то я знаю очень многих армян. Добавный факт. В меде учатся очень много армян. И они мне говорят, что на них не похоже. Так что... Соси биву. Вообще-то это можно выразить и делать как компромат на меня. Но не делайте так, окей? У меня растягивается рот. Я очень способная. Блядь, это тоже можно выразить как мой компромат. И прям в один видос ставить. Куски эти. Замечательно. Заборы во рту. О, Алексей пришёл. Моя жизнь прощается, пацаны. Пришёл Алексей. Он сейчас вас всех разъебёт. Научит, как правильно общаться с девушками. Со мной. Может, и не со всеми девушками. Но со мной точно. Ну, вообще, знаете, меня ещё в армяне можно записать, потому что у меня волосы вьются, да? Через экран. Ну, да. Алексей, это мой модератор. Единственный, который, наверное, способный работать на полную силу. Нет, просто... Просто Алексей. Ой, блядь. Ну, что? Ну, наконец-то стало весело. Да, да, Алексея стоит бояться. Он банит на целый один эфир. Ну, вы, конечно, задали мне вопрос про время. Я, как бы, в душе не ебу, сколько у меня времени. Две часы. А что для вас ночь? Давайте, как бы, обсудим этот момент. У меня на часах десять. Я не считаю, что у меня ночь. У меня, как бы, у меня поздний вечер. А у вас? У вас, понятно. У вас шесть часов, как бы. Фанации русские. Все русские. И поэтому у меня фамилия Козлова. Имя моего папы Андрей. Наверное, он вот о чём-то говорит. Имя моей мамы Лена. Хуау. Мы все очень русские. Просто на внешность не очень русские. Ну, типа, у меня родители сами по себе были тёмненькие. Что мама, что папа. Ну, соответственно, я вышла тёмненькая. Мне не в кого быть светленькой. Отчество мамы Васильевны. Да, конечно. Точно вам говорю. Я с Кавказа. Вот это вот... Многожёнство. У них там есть многожёнство? Я просто не знаю. По-моему, есть. Я так редко сижу за Кавказом. Извините, нет у меня таких в жизни интересов. Ну, может быть, вы знаете. Сейчас на меня кавказцы в летной кинутся. Что я не знаю их обычаев. Простите, если вы с Кавказа, я не хотела вас обидеть. Зачем я сую палец в кружку, не спрашивайте. Там просто вода, и так лучше схватывается лак. Пользуйтесь. Хотя вам вряд ли понадобится, но все равно. Из-за моей мимики, вот этой вот, которой... Да-да, мой ебальник не может успокоиться. Тут я вас понимаю. Я вас более чем понимаю. Блин, ну я ничего не знаю про Кавказ. Я же извинилась заранее. Как бы, сори. Реально. Ничего не знаю про Кавказ. Корчили я такие рожи в реале? Да. Я в жизни тоже довольно эмоциональный человек. И моя мимика сохраняется и при живом общении тоже. Где я пропадала? Я просто не хотела снимать эфир. Да. Я вчера очень долго, поздно ночью билась в слезах. Так что мне было не до позитивных эфиров. Но сегодня я в порядке вроде. Как видите, я вроде нормально снимаю, без слез. О, спасибо, Егор. Это очень мило. Много ли я плачу? Да. Неизмеримо много. И мы об этом говорить не будем. Что у меня случилось? Эх, у меня случилась личная жизнь. К сожалению, она у меня есть. Ну, может, нет. Ну, в смысле, не к сожалению. Я ничего не жалею. Мне всё нравится. Просто я очень загонистая. Это, типа, мой минус. Это прям очень мой явный минус. И он мешает мне жить. Очень много нет. Хорошо. Рассталась я очень давно с парнем. Четыре месяца назад. О чём не жалею. Так что нет. Ни с кем я не расставалась. Что-то не понимаете? А что вы не понимаете? Ну, на меня кто-то подписался в Инстаграме. Спасибо. Да, да, блядь. Я и не своя, и не ваша. Я не знаю, в какой жизни я живу сейчас. Что-то у меня с головой опять траблы какие-то. Надо, наверное, возвращаться к своему психологу после карантина. Но это будет не скоро. Пугает ещё сильнее. Что тебя пугает, Алексей? Посмотрел его обнимку с новой бабой и рад такой. Господи, знаете, вы знаете, если бы он сменил аватарку на аватарку с какой-нибудь девкой, было бы так охуенно, потому что у него до сих пор аватарка со мной. Это очень странно, потому что это, наверное, он тот человек, который удаляет все фотки с бывшими, и после того, как они расстанутся. Со мной он ещё не удалил несколько фоток, но я, типа, правда, я смотрела месяца два назад, возможно, неактуальная инфа, может, уже и удалил, но ВК, типа, не удалил, потому что недавно ко мне друзья добавлялся, поэтому я знаю. Вот, ВК не удалил. Чё? Проебал пару мелока? В смысле? Почему? Чё? Я не поняла вопросов, извините, простите. Я надеюсь, вы не против, что я тут это, ногтями занимаюсь? Просто мне нужно докрасить сегодня, иначе я не успокоюсь примерно никогда. Да, сука, ёбаный лак, блядь, сосок у меня на пальце. Ааа, да нет, он заходит, всё в порядке. Да, блядь, мне вообще насрать, как бы. Не меняет, да не меняет. Я, как бы, тоже фотки никогда не удаляю, у меня нет такой привычки. Я считаю, что это какая-то детская дурость удалять фотки. Нахуя? Чё ты этим сделаешь? Память не сотрёшь, парень. Мадемуазель, моё почтение, я был рад. Но, увы, дела зовут сегодня лучше. Надеюсь, свидимся. Свидимся, если ты ещё зайдёшь на мои эфиры, как бы. Было тоже очень приятно. Егор К. Надеюсь, что я тебя запомнил. Зачем мне планшет? Нет, потому что я хочу, я занимаюсь фотошопом, конечно, занимаюсь я им для себя, но я очень хочу. Стоит он шесть тысяч. И пока мои, ну, типа, я не продвинулась ни на рубль в своём накоплении на графический планшет. О да, о да. Моя жизнь — это трагедия. Хуедя, блядь. Попроси у кавказца, был бы ещё он у меня. Кого нельзя забанить? Кого нельзя забанить? Есть. Здравия. Вау, какие мужчины. Нет, извините, я не прошу денег у чужих мужчин, как бы. У вас, наверное, есть кого обеспечивать, как бы. И это не я, я не вымогатель. Это вообще-то на добровольной основе. Я накрасила новеточки. Всё, теперь можно успокоиться, висит дальше спокойный эфир. Я с вами. Пис вам, братья мои. На самом деле, ты болеете ногти уже. Не хочешь меня деньгами получать? Ну, как бы, меня деньгами не получиться, просто. Ну, я поняла, что ты имеешь в виду, что ты, что кавказцы есть, вот. У меня, кстати, был раньше зритель, который мне донатил. Причём донатил нехилые суммы. Не знаю, почему ему было не жалко на меня такие деньги. Но в какой-то момент я почувствовала себя очень неловко, что он мне отсылает такие бабки. И, в общем-то, то, что он давно это не делает, меня, наверное, как-то успокоило. Может, он понял, что я ебанутая, что он пустой тратит бабки. Надеюсь, он потом меня их не отсудит. Я просила как-то со мной связаться, но он, к сожалению, на связь не вышел. Возможно, я бы его хотела отдельно поблагодарить за его помощь. Когда она мне реально была нужна, потому что она мне была нужна в тот момент. Вот. Но, к сожалению, не знаю, кто это. Но он не пытался, иначе бы он хотя бы сказал, кто он, скорее всего. Ну, в общем-то, не мне об этом судить, если честно. Я не знаю, кто этот человек, к сожалению. Вспоминаю ли я людей, которые отправляют мне деньги? Конечно. Причём, ну, как бы, это глупо забывать о таком. Я не знаю. Я очень благодарна этим людям. Потому что, ну, не только тем, кто отсылает мне деньги. Просто даже тем, кто меня смотрит. Это очень приятно, что вы на меня тратите своё время. Правда. Можно даже сказать, что оно того не стоит. Я того не стою, но, тем не менее, вы это делаете, и я это ценю. Ценю всё, что у меня есть. Вот. Да. Бабки вообще, тем более, я бы чё, деньги это же, блядь. Это не хухры-мухры. Ну да, вообще-то у меня есть друзья. Целый один друг у меня есть. Мне хватает. Знаете, это, наверное, как привычка, которая сформировалась за очень много лет использования перископа. Я здесь с 2013 года. Впервые я зашла в перископ в 2013 году. И больше я оттуда никогда не выходила. Я правда пыталась несколько раз удалять, завязывать. Но я всё равно возвращалась. И сейчас, даже когда я снимаю раз в 12 дней, я всё равно здесь. И если вы хотите меня не терять, то у вас есть мой инстаграм. Вот. Ору. Ну, короче, я это к тому, что... Это, наверное, просто привычка. Ну, мне нравится перископ. Даже спустя столько лет, как бы, он меня не перестаёт удивлять. Возможно, потому что я его не смотрю, поэтому он мне не нравится. Ну, в смысле, я только веду эфир, я никого не смотрю. Ну, когда-то я смотрела там, да, одного пацана, но как-то не завладилась у нас с Ромой. Может, она и к лучшему. Короче, была у меня забавная история, связанная с чётрулеткой. Пыталась я однажды в неё зайти. Пока не пришёл брат, я не сказала мне, что там вообще-то мужики сидят и дрочат на камеру. Я такая, хорошо, что я не зашла. Вот. Что за Рома? Рома — это человек, который тоже вёл свой перископ. Я не знаю, ведёт ли он его сейчас. Я как бы подписана, но по факту я из-за того, что, в принципе, выключила всё уведомление, они мне не приходят, даже если у него нет эфира. А он эфира всегда удаляет после того, как их отвёл. Вот. Рома — это человек, с которым мы, в принципе, снимали совместные эфиры в голосовом режиме в плане. Я всегда к нему звала своих зрителей, он ко мне звал своих. Мы как-то какое-то время небольшое общались здесь. Нас это объединяло. И потом, короче, случилась такая хуйня, что Рома решил у меня получить жизнь и, так сказать, отвести меня от перископа, потому что я была в своё время очень зависима и часто вела эфиры. Но он меня очень обидел. Я закончила вести эфиры на какое-то время, а потом я вернулась, и мы больше не общались никогда. Я от него отписалась в институте, удалилась с друзей. Не знаю. Нет, никто не вымер. Никто не вымер, кроме моей самооценки в тот момент. Всё в порядке. Вы про чё? Типа найти бабу. Вы про чё? Привет, там с кем не поздоровалась. Sorry. Sorry, sorry. Не поздоровалась. Приветики всем. Здравствуйте, здравствуйте. Не думаю, что Рома вышел с окна. Рома набился новую татушку. В институте я видела. Давно, правда, было? Да, короче, похуй. Я на самом деле не очень счастлива, что мы познакомились, но чему-то он меня научил. Например, не дружить с людьми с перископа. Меня родители зовут. Сейчас. Да. Спокойной ночи. Да. Так. Так, 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 так. Так, отлично выглядишь. Спасибо. Как день прошёл? День прошёл замечательно. Сегодня много ходила пешком. Вечером, правда. Но ничего. Циничная баба в каком это смысле, блядь? Как бы меня хуями забросали, а я циничная баба, потому что решила с ним больше не общаться? Да, ебать. Просто мысли философа. У вас же не было в те моменты. Вы же не знаете, как бы. Просто мы однажды вели эфир, и ни с того ни с сего меня просто обосрали. В моём же эфире. А я сидела такая? Окей. Окей. Чё? Какое расставание? При чём здесь расставание? Мы просто общались. О, господи. Почему зубы такие белые? Ну, это фильтры. Вы что? Привет, привет. Порки на теле? Чё? Что такое порки? На каком теле? На моём теле? Вот вы про это? Вы про тушку? Что такое порки? Я... Аааа. А что, блядь, нельзя так спросить, чтобы я поняла? Чё это за керня? Нет, татуировок у меня нет. А хотелось бы. Ну, я как любая циничная баба. Вот, блядь, вы как что скажете про незнакомых людей? Меня это вообще удивляет. Почему люди себе незнакомые такое позволяют? Это удивительная вещь. Кто вы? Скажите мне, вы в жизни тоже такой смелый? Типа подходите к каждому незнакомцу. Я такой, знаешь, блядь, ты такой циник. Нет, нет, нет. Ты баба такая циничная. Все бабы такие циничные. Вы потому что легче переносите расставание? Seriously, man. Нет, спасибо. Нет, спасибо. У меня уже есть идея на татуировку. И она у меня одна. Но неважно, она мне очень нужна. Климо на теле. Интересно, вы расцениваете татуировки? Климо на теле. Это типа из серии, что если баба набьет себе татуировку на теле, то она становится нечистой. Потому что женское тело должно быть чистым и непорочным. Ну, вы поняли, да, типа этот панч? Эх. Ну, вы чё? Вы не слышали эту хуйню, да? Вы живете в замечательном мире. Короче, однажды я в эфире сказала, что я хочу себе татуировку. И мне сказали, что женское тело, оно типа должно быть чистая татуировка. Я это навсегда, блядь, запомнила. Сука. Я так долго смеялась. Просто пиздец. На сих пор смеюсь, как вы видите. Да. А вы пишете в телефон. Не хочу знать, где. Обосранка, мать твоя. Шёл 2020. Я всего ещё шучу про мать. И продолжаю это делать. Блядь, когда-нибудь, сука, у меня этот, блядь, эта мода пройдёт. Блядь, вот из-за таких, сука, людей не хочется вести эфиры. На самом деле мой телефон стоит на зарядке. Мы просто не в курсе. Хорошо, давай повторим. А почему я не почувствовала? Насколько у тебя там всё аккуратно, мало? Но мне не 25. Мне даже 20 нет. Проверяйте инфу. Она в профиле, долбоёб. По нации я русская. Да, Егор, я всё ещё тут. Меня начали активно унижать. Мне нравится. Ну, блядь, я не выбирала, какой быть. Да пухуй, пусть кроет. Да хоть что-то весёлое в этой жизни. Я тебя разбанила, радуйся. Всё в порядке. Я иногда людей вытаскиваю из бана, когда Алексей доказывает их без повода. Да, я вижу несправедливость иногда в действиях Алексея. Но это лучше, чем отсутствие какой-либо модерации. Потому что вот сейчас модерации нет и происходит какой-то пиздец. Ну, ничего, я не такое видела. Когда-то меня в перископе доводили до слёз в прямом эфире, но это в прошлом. Так что, эх, суки ебаные, давайте начнём веселиться. Сейчас я буду ебать ваших матерей и отцов. Одновременно. Ну, двач. Что такое двач? Ну, если ты нюхал, соответственно, ты что-то там делал, что-то там делал. Рассказывай. Выкладывай, сучонок, подробности нашей бурной ночи, которую я даже не заметила. Эх. Господи, как я скучала. Вот знаете, кстати, мне очень нравится эта тенденция, когда моя сексуальная жизнь есть только в пределах перископа. Типа, в реальной жизни её нет, но в перископе я вдруг становлюсь нереальной шлюхой, которая сосёт каждому встречному. Ах, приятно. Где моя сексуальная жизнь? О, смешно, блядь. Это очень смешно. Блядь, вы думаете, что похоже на Киану Ривса? Это так приятно. Киану Ривс охуенный актёж. Сама её не ищешь? Ну, вообще, да. Ну, конечно. Я просто... Вау! Спасибо! Спасибо за суперсердечко! Вы тратите бабки, они нам ничего не дают. Так приятно! Так неожиданно, так приятно. Аж даже весь негатив ушёл. До этого всё было так грустно. Меня обосрали. Но сейчас всё замечательно. А, так вот. Мы не закончили. Спасибо за рекламу моего Сбера. Так я без трусов, ты просто не в курсе. Если бы ты меня ебал каждую неделю, ты бы, наверное, об этом знал. Так-то я не попрошайка. Я ни у кого деньги не требую. Я здесь в любом случае на бесплатной основе. О, да-да. Раскидываю с трусами по подписчикам. Слушайте, уважаемые, а вы не охуели? Да-да-да, блядь. Какие вы ёбнутые. Нихуя себе. Я даже рисовать-то нормально не умею. Моя суть фотошопа в том, что я делаю то, что... Ну, делаю лучше то, что уже есть, а не то, что я создаю с нуля что-то. Хотя, на самом деле, возможно, я бы это делала, если бы этот планшет у меня был. Было бы проще рисовать, но это не точно. Ну, я сейчас не зазла, просто забаняю и всё. На голосе. Заработать. И вообще-то я хотела очень сильно когда-то озвучивать мультфильмы, но я ещё не занялась таким вопросом всерьёз. Ну, блядь, как бы замечательно, ношные трусы, это прекрасно, но, как бы... Я таким не занимаюсь. Короче, допизделся молодой человек и улетел в ЧС. Позвучивать хентай. Думаете, у меня бы получилось? Ну, кстати, людей я реально уже фотошопила своих знакомых, меня просили, но им вроде понравилось. Но это не точно. У меня, в принципе, очень странная обработка. Я всегда пытаюсь не переборщить, потому что у меня вот есть черта, что я в фотошопе именно часто переборщиваю с эффектами. В этом мой минус. К сожалению. Но я стараюсь себя держать. И тогда получается, что я будто недофотошопила. Короче, нет у меня в этой жизни золотой середины. Я либо перефотошопливаю что-то, либо недофотошопливаю. Сука. Чё, серьёзно? Ты профит. Типа, если ты серьёзно, я вообще за. Я как бы... Певица из меня так себе, но... Музыкальную школу я же закончила. Каким-то образом. Тебя бросали мужчины? Нет, только я их. Меня бросали женщины. Блядь. Это точно. По классу синтезатор. Ну, типа, синтезатористка. Нет, кстати, стихи я не пишу. Но у меня есть знакомые, которые это делают. Мой бывший. Он писал мне стихи. Правда, по слову, как мы расстались, но... Знаете, типа, есть в жизни плюс, когда ты расстаёшься со своей тёлкой и вдруг открываешь себе охуенный талант написания стихов. Вот это его случай. Как бы... Может, оно и хорошо, что мы расстались, иначе бы он не узнал, что он такой талантливый и пиздюк. Песня реально у него классная. Он молодец. Здорово. Здорово, Сочара. Да почему... Почему я жестокая? Как бы... Я уже своё отстрадала. Прошло 4 месяца. Тем более, это были очень ебаные месяцы, потому что... Ладно. Не хочу это обсуждать. Ну вот ты объебался с шуткой. Если ты не ошибся, было бы эпично. Ты всё обосрал, парень. Попробуй ещё раз. Зайди ещё раз. Давай мы забудем всё это. И тогда панч будет нормальный. Навали панч. Кому-то что-то доказывать в этой... Бессмысленно. Начни с меня, сука. Давай, отложь мою мамку на полку повыше. Начни с меня. Шикарная обработка, фотография. Да. Я умею. Ты мой отчим? Ну, у меня же есть папа. Зачем мне отчим? Просто скажи, что ты лежишь в третий... Третьем в кровати моих родителей. Я поверю. Правда, поверю. Потому что... Да? Ну, тогда я рада за свою мать. Типа, честно. Ой, ладно. Это слишком жестокие шутки про мою маму. Так нельзя, я маму люблю. Да скучно, пиздец. Я очень рада, парень. Нечего, пусть один эфир охладится, некогда мне с ним базарить. Чего же сказать? Вот вы молодой человек, имя которого я, конечно, не знаю. Объясните, почему бабы жестокие? Давайте с вами поразговариваем. Вы очень интересный собеседник, как ни странно. Не думала, что я сегодня это скажу кому-то. Но я сказала. Уебала. Ну да, я не понимаю. По одной простой причине, ну как бы, это расставание, в принципе, не было самым лучшим расставанием. Но меня тоже бросали бабы. Это неприятно. Я знаю, спасибо. Спасибо. Вы что думаете, вы самые опытные, да, в этой жизни? Да я вам сейчас такое расскажу. Я ничего не буду сильно рассказывать. Но факт фактом. да пожалуйста я ненавижу мужчин мы с вами на равных вы ненавидите женщин я ненавижу мужчин давайте поговорим как люди ненавидящих нормальная в смысле в пределах нормы я не понимаю вас это как а что для вас за гранью нормы это как вообще расценивать ну типа чё почему не люблю мужчин да потому что очень много проблем от мужчин ну я просто это нет блять типа у меня нет претензий ко всем мужчинам мужчинам нет претензий ко всем мужчинам этого мира потому что реально есть нормальные пацаны базара ноль но есть и полные долбоебы от которых не избавиться в этом плане ну как бы я как человек женского пола да могу сказать что проблема женщин я охлебнула много меньше чем проблемам от мужчин вот базара ноль я про вот эту вот фразу про паука и муху базар ноль да просто ну неудачно у меня отношения с парнями в принципе складываются это это не ваша вина типа я не виню всех мужчины это неправда но мне просто не везет в этом плане может и не должно вести я не знаю мне 19 да да вы скажете что вся жизнь впереди но для честно жизнь очень разочаровывает потому что ну вот смотрите да я встречалась с парнем полтора года это не о чем я знаю сейчас подожди блять интересно собеседник но это не о чем но вот почему-то почему-то поскольку мы расстались человек стал вообще до неузнаваемости другим и ничего такого блять не произошло вроде нормально расстались а потом началась какая-то вообще полная хуйта и я человека вообще не узнавал и мне наговорили столько неприятных вещей вот как пример так ты не учитываешь тех дел с которыми мы хотели бы встречаться но не встречались но чего делали и почти бы хотели а потом смотришь как у ребят другое но тоже неприятно ну она же не ваша как бы о понимаю понимаю вот вам 25 и вы устали мне девятнадцать и я тоже устала смысл тоже я не особо вижу ведь причем здесь завышенные ожидания типа когда человек тебе полтора года поддерживает но как только ты от него уходишь тебя начинают обсирать это странно такие перемены для меня непонятны потому что я осталась при очень хорошем изначальном мнении возможно я не увидела но как бы возможно потому что люди в принципе изначально себя представляют с лучшей стороны они такими какие они есть это нормальная практика тут не дело в том что я строю какие-то завышенные ожидания дело в том что люди в принципе сами меняют свое поведение на начальных стадиях отношений чтобы удержать чтобы понравиться это классика да вроде нет но типа вот меня спрашивают потому что он бывший не из таких кто потом расписывает подробности своих бывших вроде как нет но типа при мне он особо про своих бывших не разговаривал хотя и было дохуя по моим меркам оскорбление ну простите простите что оскорбила я не хотела я хотела расстаться друзьями и вообще-то у нас даже получалось какое-то время пока не начала твориться полная хуета все общение превратилось то что давай все вернем еще не поздно парень уже поздно давно поздно все было плохо очень давно отношения это вещь сложная и крайне ебаная и вот чем больше я живу тем больше получаю не то что жизненных уроков а наверное разочарование я ему не давала ну как бы да конечно конечно я же не давалка расскажу детям что я всю жизнь девственница ах мой юмор конечно да бля все сводится к сексу реально базаришь все сводится в жизни к сексу расскажу такой забавный случай уверена такого панча никто не ожидал вот это поворот не могу надеть на грязная кстати я вне грядки полова да вы что я же медик у меня дома всегда очень много резиновых перчаток это нормально ну извините что я так долго я доставала нравится классно у этих перчаток может быть много применений не только полоть в них грядки но я полю в них грядки не выкидывает же их после первого применения правда тут даже кусок земли есть зачем тебе моё влагалище массаж простаты я умею делать ну смысле в теории на практике не пробовала типа знаю даже как вам лучше сесть эх спасибо блять меду за победу сука фу теперь руки воняют перчатками чао и ты тоже лучше я уверена ты обретешь свой смысл жизни надеюсь что мы все его однажды обретем щелкни перчаткой блять я чё вам танос фу это отвратительно неоправданная хуйня ну не знаю у меня же нет простаты я честно не знаю я же не делала массажи там простаты у меня нет а я похожа на гамору или на небулу на небулу скорее всего да мне говорили но почему гея ну типа мне реально говорили что я на мужика похоже в эфирах часто я привыкла все в порядке мне так же многие говорили что я похожа на транса я тоже привыкла все в порядке можете говорить вообще любую хуйню я привыкла все в порядке я слишком часто вижу здесь очень много хуйни а есть фиолетовых нет фиолетовых нет закончилось извини пацан иди к своей бывшей девушке почему они ну а есть еще какие то у его дочери я не знаю продолжаем парить посмотреть на твою ау ну так уж и быть ты меня уговорил а что у тебя на аватар надеюсь это не месячные там выглядеть неприятно как я живу с этой хуйней такой хуйней да да бывает очень жаль я против насилия а за что тебя справлю 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 его ну комикс это есть я правда не читала но вдруг есть ну в смысле типа наверное там есть эта история его жизни а как я живу да в общем то типа спокойно да раньше я очень много загонялась очень много после эфиров ревела заканчивала эфир из-за того что меня доводили но сейчас знаете когда прошло уже столько много лет мне стало плохо я просто привыкла вот и все всегда приходит смирение в этой жизни мы ко всему привыкаем это нормально вот что хочу спросить но не понимаю что ну спроси конечно за то что я бывшую скорбила ну так хули ты как бы надо фильтровать базар пацан а за что оскорбил и как оскорбил какие подробности твоей личной жизни мы сейчас затронем надеюсь не все ооо спасибо я очень старалась его делая но он кстати там не полный он обрезан к сожалению ну не важно может быть в 2020 я сделаю такой же видос скорее всего вот ну не то что соболезную скорее просто их словами не трогают в такой степени в которую трогали раньше да и в общем-то я им не соболезную но и агрессию это не всегда вызывает не знаю у меня какое-то странное к этому отношение я набившу ору никогда никогда не думал что машка злого нижнее подчеркивание может быть ранимой почему почему вы так не думали анг..... а где ж это потому что я поэтому в Турцию съездила пара жизней быptом за границей вааааааау Так ты бы просто с ней расстался. Зачем? Ой, там какие-то дети кричат. Пойду-ка, Данка, и пизды. Они ушли. Просто закрою окно. Так, чтобы... Пиздуки ебучие. И, кстати, мой 2019 ярче, чем мой 2020, кстати. Кстати, кстати. Подписчики спалили адрес. Блять, школьники пришли, заебали. Идите нахуй, учите уроки. Готовьтесь к ЕГЭ. Расскажи, с кем ты дралась? Я ни разу в своей жизни не дралась. Ну, именно так, чтобы меня кто-то из людей, знакомых вызывал на драку. Был один случай, когда меня хотели отпиздить, короче. Но я пришла на стрелу, да, на школе. Это еще было в школьные времена. Я там одну девку оскорбила. Ну, я пришла, она не пришла. Все. После этого меня еще никто не хотел убить. Нет, ну, были там разъяренные таджики. Я уже очень давно рассказывала эту историю, о всех подробностях. Там люди следили за моей жизнью и не за тем, сдохла ли я еще или нет. Вот. Ну, короче, были разъяренные таджики, которых я как-то невольно оскорбила. Меня хотели отпиздить, но не отпиздили. Чудом. Вот. Так, здесь ты адекватная, спокойная всегда, не ведешься на провокацию. А, не ведешься на провокацию, зачем плакать после трансляции? Ну, в общем-то, здесь я не всегда, типа, спокойная, да. Иногда я здесь могу поплакать. Иногда здесь я более агрессивная, но это вообще-то вариативная хрень. Я не всегда могу быть спокойной, я не всегда в нормальном настроении, чтобы спокойно пообщаться. Все по-разному. Настроения бывают разные. Раньше я просто была более ранимой, наверное. Ну, я не боюсь. Я, в общем-то, занята, как бы, сейчас. Я же в курсе. Подралась бы я с девушкой, конечно, без базара. Но, вообще-то, я, как феминистка, против того, чтобы девушки настраивались против друг друга. Из-за того, чтобы в мире царила доброта. Я против насилия, как бы, вообще-то. Я бы никого не стала пиздить. Я бы, скорее, позволила дать пизды мне, чем поняла бы на кого-то руку сама. Тем более на девушку. Я не вижу вообще, типа, для себя поводов, когда я смогла бы поднять руку на девушку. Да и на парня. Причем здесь пол. Потому что это ничего не решает. Насилие не решает. Никогда. Тебя просто так. Нахуя, муж, незнакомый? Чего? О, мне забили стрелу. Ну, я приду. Хорошо. Место, пожалуйста, и время. Можно в личку. Если стесняетесь. Зачем пиздить? Можно пиздить словами. Словами обидней. Проверяла. Ты чё, ебанутый? Ну, чтобы я тебя побила, мне нужно изменить тебе, короче, пять раз, да? Это же только в такой последовательности работает. Ты меня оскорбишь, я дам тебе в нос. Ну, типа, схема-то отработанная. А чё? Зачем идти по другому пути? Он нам не знаком. Нам нужно что-то знакомое, к чему мы привыкли. Нет? А как было? Рассказывай, рассказывай. Трави, пацан, трави. Хорошо. А какая у тебя ближайшая шаурмичная? Я как, блядь, хочу шаурму, пиздец. Спасибо, парни. Эх, да, так вот и всё рассказал. Прости. Но ты можешь написать мне голосными в инсте? А, ты у меня спросила. В инстаграме напиши, я тебе напишу. Здесь нельзя, 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 нельзя. Вы что? А то придут, блядь, школьники под окном орать опять. Ну, заебали, сука, дети. Вечно, блядь, на чай просится. Да я поняла, что ты написал. О, отъебись от меня, иностранщина. А чё нет? Почему бы и нет? Мимика — это замечательно. Мне очень нравится то, что у меня такая охуительная мимика. Это же, это всегда забавно. Всегда к месту. Я тут волосы сижу и себя выдираю. Не с лобка, конечно. Но вы бы и не увидели. Что я так детей ругаю? А чё они, блядь, под моим окном орут? Заебали. Канделаки, здравствуйте. С вами шоу «Самый умный». И я здесь самый тупой. Я просто прощала много свою девушку. И тут не простила. Скорбила мне. Написали её подруги. Давай встретимся. И вот. Тебя отпиздили тёлки. Seriously, man. Они что, блядь? Кто они? Не борцухи? Просто скажи мне. Брови на лоб. Ну, вообще-то, с рождения. А у вас, типа, вы родились без бровей? Простите. Вообще-то, по-моему, это базовая такая хуйня. Брови. Не бьёшь. А, видимо, стоило бы. Блядь. Ну, чё я тебе могу сказать? Соболезную, ебать. А фоткался зачем? Ну, так и у меня не рисованные. Соси жопу. Слишком добрый. Это похвально, конечно. Но позволять себя пиздить, по-моему, тоже не ок. Даже с этой доброй. Как бы... Нахуя? Нагнулся бы и дал ей, нахуй, печень. Ой, Маш, чему ты учишь людей? Терпел. Дурак. Терпила, блядь. Мне очень нравится, как люди корчат из себя терпил. Нахуя? Да? Странные бабы. Короче, рассказываю такой случай. У моего бывшего была такая странная привычка. Знаете, во время поцелуев маленько придушивать. Ну, типа, секс. Вот. А мне это очень не нравилось. Потому что я, в принципе, вот как я сказала, что я против насилия. Ну и, короче, меня это однажды пиздец достало, потому что я боялась, что меня нахуй душат. Вот. И я такая, типа... Я тебе сейчас нахуй руку сломаю, если ты еще раз так сделаешь. И больше я никогда так не делал. Вот. История. Забавная история. Недавно я просто оказалась в таком же положении. И меня заставило просто все это вспомнить заново. Вот. Ну, я как бы тоже сразу сказала, что меня это очень пугает. Не делайте так. Я не знаю, кому нравится, кого там пиздят, но мне не нравится. Реально бы я сломала? Да нет, конечно. Я бы просто пнула нахуй еще. Типа, кебись от меня. Максимум, там, въебальник дать рукой. Ну, ладошкой. Но, как бы, реально бы сломать руку, наверное, нет. Я бы не смогла. Так-то, Костя, сложно ломать, вообще-то. Не думаю. На самом деле, очень многие люди, типа, в порыве страсти начинают там партнеров своих душить. Ну, или, типа, думают, что им нравится, когда... Так что, как бы, сексуально я им... Это не сексуально. Это очень, блядь, пугает. Меня очень пугает такая хуйня. Я видела однажды видос, где люди трахались, простите, и мужик просто затушил свою тёлку, хотя она там его пиздила, да. Они просто ебались в позе собаки, да. И вот она его била, как бы, там звука особо-то не было. Пыталась сопротивляться, он её нахуй душил. Короткая пауза, да? Рекламная пауза. Ну, вот теперь, после этого, я очень боюсь, если меня будут душить, тем более. Страшно, пиздец? Так можно умереть. Конечно, можно и кайфануть перед смертью, но вообще-то так можно и сдохнуть. Самая тупая смерть, блядь. Задушили во время еблия. Вот. Может, ты хочешь сама душить, ну, если только себя. Ладно, это шутка. Сил бы не хватило. Вообще-то я превосходила весовой категории своего бывшего парня. Мне бы хватило сил, я уверена в этом. Sorry. Это звучит очень хуёво, кстати. Главное, чтобы ответка не прилетела. Мне бы не прилетела. Может, спишемся? Ты откуда, парень? Я бы не могла такого сказать. Может быть, это было постановочное видео. Ну, блядь, я не знаю, но выглядело очень реалистично. Я очень испугалась. Блядь, это жизненный урок. Больше она никогда не позволяла из себя душить, потому что не могла этого позволить. Блядь, у меня ножки замёрзли. Подожму-ка я их под себя. Продолжаем варить. Надо съездить в вейп-шоп, кстати. Эх. Да, 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 да. Вообще ужас, не говорите, пацаны. Приучат там, блядь, к чему-то невинных маленьких деток. Они потом мучаются, ищут себе чего-то подобного. Но хорошо, что это не мой случай. Я уже в этой жизни, блядь, ничего не хочу. Знаете... А, ладно, не буду. 18 плюс контент меня смотрят дети. Хотела пошутить, но... Да, да. Фу. Мне ж с нас... Не смотрят дети. Блядь, надо как-то контент формировать лучше. Кстати, это правда. Сука, это правда. Про хуи в морге правда. Ну, только не в морге, это было на кафедре анатомии. Там реально я писюнов видела больше, чем на живых видео. А может, оно и хорошо, кстати. Я не знаю. По-моему, это неплохо, типа. Доказывает, что я не шлюха, как минимум. Что я врач, медик, студент. Врач, будущий врач. Я не врач. Маша, ты не врач, ты санитар. Успокойся. Врач-извращенец. Чё это я извращенец? Там как бы невольно увидишь всё, что не нужно видеть. Ну, как минимум, пока изучаешь мышцы на ногах. Пока изучаешь вены, артерии, нервы на ногах, например. Не только на ногах, но и на паховой области. Блядь, извините. Вот этого вот не избежать. Это естественная вещь. У вас что, хуй между ногами не болтается? Вы этого следите, если я не понимаю? Странные вы люди. Сердце болит. У меня невралгия, блядь. Я скоро сдохну, мне кажется. Ладно, они умирают. Ну, я тоже не лечу, поэтому... А сердце болит, это нехорошо. А сердце где болит? Ой, Маша. Это же просто тупой подкат. Ты чё так реагируешь? Извините, простите, профессиональная. Уважаю вашу позицию. Я жду продолжения вашей искромётной мысли, длиною в большой текст. Хочу контент. Ну, как бы, какой контент я хочу? Да никакой. Меня вообще-то всё устраивает. Обычно меня всё в эфирах моих устраивается. Но разговаривают, это уже замечательно. Ну, типа, если люди заходят и не понимают, что происходит, они выходят. Это нормально. На некотором это интересно. И они остаются. Тем более, если я говорю про письки. Вам разве не интересно? Да, блядь, это была шутка. Никто не собирается менять контент. Мой контент на этом держится. На письках и нервах. О, да. Реально? Я вообще не понимаю, где топ в перископе. Я, типа, даже не знаю, где его посмотреть. Где вы смотрите? Блядь, расскажите мне. Вот это вышитники. Do you agree for a leaf on Instagram with me? Абсолютно нет. Пошло в жопу. Идите нахуй с такими просьбами. Maybe you know what I mean. Я не про тебя. Короче, косплея, в смысле? Чего? Да, блядь, каждую полуголую школьницу в перископе косплею. Хочешь пообщаться, блядь? Пообщайся, кто тебе мешает. Да, да, косплею мужика. Поэтому у меня такие волосы на руках. У меня их там нет. Сука, там даже нет фоток в купальнике. А может и зря. А вообще, у меня есть ли это второй аккаунт в инстаграме? Вот там, там я выкладываю полуголые фотки. Никому вы об этом не говорите. Вообще-то это шутка. Или не шутка? Вот степлять и гадайте. Да, у меня два аккаунта в инстаграме. А что? Могу себе позволить. Да, сучки, я богато живу. Полуголые фотки в купальнике. Полуголые. Знаете тогда, сколько я полуголых людей видела на свою жизнь на пляжах? Не пожелаю никому. Нет, вообще-то нет. Добавишь голос. У меня отключена эта функция, она меня очень отвлекает всегда. Sorry. Not sorry. Я слишком давний пользователь перископа для таких функций новомодных. Извините, простите, нет. Я такими занимаюсь. Чувак, тебе шестнадцать. Но тебе только что было шестнадцать. Нет, не думаю. Ты не похож был на шутника в тот раз. Извини, но нет. Нет, у тебя не получается. Чувак, остановись, я поняла. Мне не интересуют твои данные. Стой. Я же сказала, ты можешь написать мне, но с этого ничего не выйдет. От того, что мы пообщаемся, ничего не... И что, что у тебя есть своя квартира? У меня их две и дом. Ты чего, блядь? Я не увлекаюсь спортом. Ты зря это делаешь. Подари хату. Обязательно. О, а ты мне нравишься больше. У тебя эта пара носков. Какого цвета? Надеюсь, разные. Ну, какая? Не продажная, типа? Извините, простите. Не хотела быть такой. Меркантильная, сука. А где он? Простите. Так я и спрашиваю, ты откуда? Ты мне не ответил. Чувак, я из Красноярска. Ты вообще, блядь, знаешь, где это? Это Сибирь. И цветы я не люблю. Никакие. Ни розы, тем более. Потому что это бессмысленная трата денег. Где Сибирь? В Америке. Соболезную твоей сестре. О, заебись. Чувак, ты, по-моему, забрался с возрастом. Хорошо, я не буду. Приезжай. Увидимся. Ору. Просто ору. Сука. Знаете, эти приколы, типа... Приколянчики. Сейчас расскажу. Познакомилась баба с пацаном по тиндеру. Общались они год. И он такой, типа... Вот я к тебе сейчас приеду, ты на какую улицу живёшь? Ну, вот она ему отвечает. И... Он, короче, перепутал Омск с Томском. Ты, короче, в Краснодар не уедешь, случайно. Потому что очень многие путают Красноярский и Краснодарский края. Чего? Как легко бабам обещают, что угодно, лишь бы дуть потом правды не дают. Чего, блядь? Фу, какой вы мерзкий. Вот, правда, читать, блядь, отвратительно. Какого мнения вы о женщинах? Как бы приравнять всех женщин к давалкам? Экскьюз ми. Как бы, блядь, в каком мире живёте? И кому вы вообще это пишете? Я ярая феминистка. Будьте, сука, осторожней. Я не тебе говорю, пацан. Или я. Там, сколько-то там сантиметров. Ой, блядь, звучит, как реклама половых органов. Простите. Сама пошутилась, сама посмеялась. Вот такой я комик. Ну, короче. Ладно, я не буду разглашать эту информацию без Алексея. А то он опять скажет, что я нихуя ему не сказала. Потом расскажу. Вот, Илья. Не стройте много ожиданий. Я не даю. Сразу скажу, что я как бы не давалка. Мне это неинтересно. Блядь. Ну, как бы, заебись. Замечательно. А вообще-то, как бы, каково встречаться с незнакомцами? Вот, вообще, я не хотела бы. Это странно. Это очень странно. Короче, у меня был один опыт взаимодействия с моим подписчиком. Не люблю такое слово. Скорее, с зрителем. Вот. С моим зрителем. И он учился и учится. В универе. В моём. Это было очень неловко. Но как-то он оставил мне шоколадку. И очень долго не хотел говорить своё имя. Но я всё равно узнала, кто он. И это было очень-очень мило. Прям очень мило. Стоять 28. Короче, блядь, напиши мне в инстаграме. Хули ты тут разводишь? Да, вообще поебать. Поебать. Моя девушка меня убьёт. Что я тут делаю? Прости меня, господи. Алексей меня убьёт, кстати, теперь. Инфу-то я сказала. Смотри мне, сучонок. Я, блядь, твоё лицо бате отправлю. Тебя, если что, найдут. Я думаю, мне пора пойти. Отчаянится. Ой, блядь, у меня аж сердце закололо. Ебаная неврология. Ну, ладно. Я думаю, я пойду. Я уже здесь заселилась. Было очень долго. Ну, я обещала ответить иностранцу. Да-да, как меня выебали в кустах. Ой, я не могу. Всё болеет. Дышать не могу. Да вообще, как бы, корона. Негоже встречаться с незнакомцами. Только если вы будете в маске. Да, блядь, всё нормально будет. Да, потом он снимет эфир, как мне дала шестая баба в нос. Можно без цветов? Пожалуйста. Пожалуйста. Ладно, всё, заканчиваем. Было очень приятно всём поболтать. На самом деле, вы просто скрасили мой одинокий вечер. Я зашла в эфир раз в 12 дней. И было очень приятно вернуться сюда. Вот. Можете подписаться, можете не подписаться. У меня есть инстаграм. Да, вы лучше всех. А ещё у меня карты. Я коплю на графический планшет. Можете не доносить, если не хотите. Я вас не заставляю. Так что... Всем пока. Спасибо. Ещё раз всем спасибо. Особенно за вот эти вот лайки. Это очень мило.